Олеся Клоунесса Я вам напоминаю, что наша с вами сказочка так и называется Слоненок Слоненок шел домой через всю Африку, крутя и вертя своим хоботом Когда ему хотелось полакомиться плодами, он срывал их с дерева и не ждал, как прежде, что они сами на него упадут Когда ему хотелось травы, он не нагибаясь выдергивал ее хоботом и не ползал на коленях, как прежде Когда мухи кусали его, он выламывал себе веточку и обмахивался ею А когда солнце припекало, он делал себе новый прохладный чепчик из тины Когда ему скучно было идти, он мурлыкал песенку и через хобот она звучала громче и веселее медных труб Он нарочно свернул с дороги, чтобы найти кого-нибудь толстого и, например, гиппопотама И хорошенько его отколотить Слоненку хотелось убедиться, прав ли двухцветный питон относительно его нового хобота Все время он подбирал корки дынь, которые подбрасывал по дороге к лимпопо и отличался очень опрятностью В один темный вечер он вывернул к своим и, держа хобот кольцом, сказал Здравствуйте! Ему очень обрадовались и ответили Иди-ка сюда, мы тебя как следует будем колотить за твое неугомонное любопытство Ба, сказал слоненок, вы вовсе не умеете меня бить, зато посмотрите, как я дерусь Он развернул хобот и так ударил двух своих братьев, что они покатились кувырком Ой-ой-ой-ой-ой-ой, воскликнули они, где ты таким научился штукам? Постой, а что это у тебя на носу? Я получил новый нос от крокодила на берегу большой серо-зеленой мутной реки Лимпопо Сказал слоненок Я спросил, что у него бывает на обед, а он мне дал вот это Некрасиво, сказал волосатый дядя павлин Правда, ответил слоненок, зато очень-при-очень удобно С этими словами он схватил своего волосатого дядю павлина за мохнатую руку И сунул ее в гнездо шершней Затем слоненок принялся колотить других родственников Они очень разгорячились и очень удивились Слоненок выдергивал у своего высокого дяди страуса хвостовые перья Схватил свою высокую тетю журафу за заднюю ногу Он проволок ее через кусты терновника Слоненок кричал на своего толстого дядюшку гиппопотама И задувал ему пузыри в ухо Когда тот после обеда спал в воде Зато он никогда не позволял обижать свою знакомую огромную птицу Отношения настолько обострились, что все родичи один за другим Поспешили на берег большой серо-зеленой мутной реки Лимпопо Где растут деревья лихорадки Чтобы добыть себе у крокодила новые носы Когда они вернулись назад То больше никого не увидели И никто уже не дрался С той поры, милые мои, все слоны, которых вы видите И даже те, которых вы увидите или будете видеть Имеют же такие хоботы, как наш неугомонный слоненок Ну что, мои хорошие друзья А сейчас садитесь поудобнее Мы с вами будем смотреть мультфильм А я с вами, как всегда, прощаюсь до завтра Всего доброго, до свидания, пока! Продолжение следует...